доброе утро я вижу что вас еще совсем мало надеюсь со связью все в порядке обычно вы уже приходите к 8 часам вас достаточно много всем привет напишите пожалуйста все ли в порядке со связью все ли хорошо со связью напишите мне пожалуйста чтобы я понимала видно меня слышно все ли в порядке сегодня у нас со связи можно просто отправить мне реакцию постучав по экрану пальчиком хорошо ли меня слышно и видно дайте мне пожалуйста обратную связь чтобы я понимала что все у нас в порядке можно приступать так есть реакция кто-то написал что все видно слышно доброе утро всем доброе утро мои хорошие все замечательно доброе утро я очень рада ну что ж мои хорошие давайте будем с вами начинать представлюсь кто у меня сегодня впервые меня зовут наталья наталья самсонкина специалист по питанию нутрициолог которая сама лично сбросила 42 килограмма лишнего веса похудела своего мужа на 30 килограммов веду программу по снижению веса и рассказывал вам совершенно бесплатно делюсь своим опытом рассказываю вам как можно худеть без диет без изнурительного спорта только за счет сбалансированного питания так кому это интересно да во время моего эфира если вам интересно то о чем я говорю знаете что делать присылайте реакцию просто стучите пальчиком по экрану ну что что мы будем что обычно происходит на моих эфирах уже те кто приходит на них ежедневно а эфиры проходят ежедневно в 8 утра по московскому времени здесь том же месте в тот же час как говорится у меня на кухне у вас тик ток на мы встречаемся готовим что-то вкусное и полезное а параллельно разговариваем на темы о диетологии о снижении веса о продуктах о питании я делюсь своими полезностями с вами чтобы вам было худеть вкусно комфортно не стрессово чтобы все проходило легко так как это случилось и у меня у меня на сегодняшний день минус 42 килограмма чему я несказанно рада а когда-то не могла в это даже поверить да когда-то я весила 110 килограммов и для меня сбросить хотя бы 10 килограммов это была какая-то нереальная мечта ну чтобы вот 20 30 а в итоге и 40 да и чуть больше это что-то было просто нереальное но поверьте все реально все реально просто нужно начать действовать между желанием хочу и между тем что мы получаем результатом есть огромная пропасть огромная пропасть без действия мы можем мечтать хотеть сколько угодно но ничего для этого не делать спасибо большое за ваш подарок александр я увидела ценила вам спасибо большое я замечаю кто мне присылает подарочки всякие знаки внимания мне это очень приятно так вот я вернусь нашей теме что между желанием и результатом огромная пропасть бездействия мы можем сколько угодно себя обманывать и говорить да я хочу я хочу похудеть хочу похудеть но при этом ничего не делать либо же делать какие-то маленькие шаги которые не приведут к результату да быстро сдаемся и так далее я вам точно скажу я когда была в большом весе я мечтала похудеть и мечтала я об этом не знаю несколько лет по моему года три последних подряд я загадывала на новый год одно и то же желание похудеть на 30 килограммов похудеть на 30 килограммов как мантра у меня в голове это уже засело я хочу похудеть я хочу похудеть но блин чё-то не худелось чё-то не худелось да потому что не было конкретной мотивации видимо доброе утро кто еще присоединяется к нам к нашему эфиру вы снова у меня вы снова у прощай excel это мой слоган мой девиз мое название кто не знает у меня есть youtube канал с таким же названием прощай excel есть группа вконтакте можете приходить туда подписываться туда там тоже много очень полезная информация кстати запись эфиров потом я выкладываю на своем youtube канале прощай excel но не сразу допустим сегодняшний эфир а в течение двух дней по очереди скажем так там вы можете найти какие-то полезные для себя рецепты готовые меню уже составленные поэтому подписывайтесь заходите тоже смотрите мои эфиры в записи кто не может посмотреть их прямом эфире но что чтобы вот эту пропасть сократить которую я говорила до пропасть бездействия давайте уже сегодня с вами что-то начнем делать что мы начнем делать будем сейчас готовить что-то вкусное и полезное что я решила сегодня приготовить сегодня мы приготовим запеченные белковые бутерброды классный вариант который можно с собой брать на работу на прогулку в дорогу вы увидите что они действительно вкусно и классно и очень легко готовится мы будем готовить в духовке и параллельно пока они будут готовиться я приготовлю еще завтрак покажу чем буду завтракать сегодня я и моя семья так так если в генах записано то не то не пыхтеть не поняла если если вы говорите что ожирение связано с наследственностью то вы ошибаетесь до доказано что ген ожирение он действительно передается по наследственности но мы можем это контролировать это говорить лишь о том что у нас есть склонность к излишнему весу предрасположенность но разовьется это предрасположенность или нет это зависит от нас я помню очень хорошо уже давно много лет назад тина канделаки такая ведущая давала интервью она очень стройненько 50 килограммов чем-то 52 килограмма весит худенькая совершенно при том что у нее и ребенок есть все она давала интервью она не знаю кто по национальности но по-моему что-то там с кавказа до связано и она горит у меня все полное в семье у меня тотальная генная предрасположенность к набору веса у меня мама сестры там папа братья все все очень полная в семье даже самые ближайшие родственники то есть родители и сестра там у нее или брат я уже точно не помню по моему сестра она говорила но при этом она худенькая потому что она верит я не могу позволить себе быть полной я ведущая я телеведущая я журналист я на телевидении а камера еще увеличивает нас на 35 килограммов визуально она горит я не могу быть полным от этого зависит моя жизнь и судьба в принципе и карьера и это мы можем контролировать понимаете человек имеет предрасположенность но не дает ей развиться она контролирует свое питание свои действия и остается стройной всю свою жизнь поэтому очень просто искать объяснение вот сейчас жесткие слова говорю но это действительно по факту так очень просто искать объяснение своей лени когда тяжело оторвать пятую точку от дивана и начать что-то действовать проще сказать меня гормональный сбой у меня генетическая предрасположенность да все у меня в семье были полными или там коронавирус повлиял и я располнела блин ваш мозг вам столько оправданий подбросить за которые вы готовы будете ухватиться но это не так нужно что-то делать нужно приложить усилия и тогда все будет по-другому не нужно искать отговорок если хотите изменить свою жизнь начните сегодняшнего дня не говорите что я начну с понедельника вот сегодня у нас что сегодня среда ты на календарь глянула да сегодня среда вот у меня выходные пригласили на день рождения или там я поеду на дачу на шашлыки а с понедельника я начну худеть вот это вот с понедельника с там снова с первого числа следующего месяца с нового года это все отговорки это все отговорки когда я реально решила что худею все без всяких отговорок я не ждала ни понедельника а до этого были вот эти все истории на их прекрасно понимаю все истории эти были с понедельника основного года и так далее да но когда конкретно приняла решение что я сбрасываю вес все я буквально отодвинула в сторону еду которую я ела вот клянусь вам так оно и было отложила в сторону булочку которую я ела в тот момент с кофе и сказала все хватит хватит и все не ждала никаких понедельников я не помню что был за день недели но точно не понять среда знаете почему я это сейчас вспомнила потому что потом впоследствии все свои программы по снижению веса которые я проводила со своими клиентками я все начинала в среду этот день стал для меня символичным и теперь я вспомнила когда мы заговорили об этом что я начала худеть в среду и сегодня среда блин так совпало приятно давайте начнем сегодня худеть сделайте шаг к своему здоровью и будущему сегодня в среду классный день зачем ждать понедельника так мы будем сейчас готовить и параллельно я буду подчитывать ваш чат и отвечать на ваши вопросы если они у вас есть так у меня жена 48 килограммов и есть что хочет и не полнеет но здорово но не думайте что что это генетическая предрасположенность просто вы питаетесь правильно ваша супруга питается правильно она тратит энергии столько же сколько съедает я уверена что у нее просто поддерживается энергетический баланс по-другому быть не может это чистая физика закон сохранения энергии она есть ровно столько сколько ее организм тратит понимаете если человек ест только же он поддерживает вес если будет есть меньше он будет худеть если начнет есть больше он будет помыть вот такой вопрос зачем такие брови дуги мне говорят да а я вам скажу идите моя хорошая алиса и погулять если вы живете по стереотипам то вам явно не ко мне да я такая какая есть у меня природная внешность я не рисую брови себе там я не наращиваю ресницы я не накачиваю губы попу грудь и так далее я естественно и натурально и мне это нравится понимаете я не завишу от этих трендов когда брови вот такие над глазами по пальцу шириной и так далее мне нравится моя внешность понимаете я счастливый человек я не подвержена стереотипам мне нравится моя внешность и нравится моему мужу понимаете я счастливый человек я не завишу от вашего мнения и от мнения окружающих можете писать сколько угодно что брови у меня высокие брови у меня тонкие ради бога ваше субъективное мнение станьте позитивнее как-то посмотрите на жизнь по-другому зачем переделывать себя в угоду моде вы сейчас переделываете брови потом вы будете переделывать еще что-то во внешности а я нет я всегда буду на позитиве и всегда буду довольна собой люди которые меняют себя не ради здоровья ради модной красоты да вы подумайте ради чего вы это делаете какие цели вы преследуете я всю жизнь живу с такой внешностью она мне нравится скажу даже больше я сейчас живу в минске раньше я жила в районном центре ну в беларуси в мариной горке если кто-то у меня из беларуси и знает это да у нас страна делится на районы вот у нас районный центр и еще в молодости участвую в конкурсах красоты наших районных я занимала первое место поэтому все что вы мне тут будете говорить про внешность вот у меня тут вскочила тут выскочила да я бронебойная в этом плане и всегда у меня самооценкой было все в порядке так александр пишет что он тоже активно тратит энергию вместе с супругой но что-то он не худеет значит не столько тратите мой хороший не столько тратите как вам кажется мы склонны заблуждаться в этом что мы тратим много энергии приходят ко мне клиенты которые говорят я совсем ничего не ем я ем просто как птичка совсем чуть-чуть а когда человек начинает учитывать и не понимает а почему я не худею я очень мало ем очень мало ем когда человек начинает вести учет конкретный выясняется что нифига не мало есть человек что он ест прилично да и отсюда не худеет то же самое с энергией вам кажется что вы тратите энергии очень много значит недостаточно много вы тратите энергии раз вы не худеете всем доброе утро мой боже ты мой я вас умоляю я взорвалась я просто вам объяснила свою позицию не взорвалась потому что или вы или кто-то мне там писал какой-то комментарий по поводу внешности я просто объясняю один раз чтобы вы понимали что мне абсолютно пофиг ваше мнение про мои брови так дальше а ну да все понятно вот мне правильно пишут что алиса сидит закрытого аккаунта и вообще без аватарки понятно что это какой-то тролль или хейтер который просто пришел вот на эфир чтобы доколупаться поэтому мне как-то это по барабану идите погуляйте так ребятки все открываю балкон потому что мне уже стало жарко и будем готовить с вами и будем готовить я убираю волосы как обычно да чтоб они не мешали во время готовки и будем готовить начнем мы с горячих бутербродов как я сказала поставим их в духовку чтобы они запекались а тем временем приготовлю я завтрак за это время так если есть какие-то вопросы ко мне пожалуйста пишите я буду на них отвечать постараюсь отвечать на все вопросы как обычно в эфире так я за продуктами в холодильнике что нужно что нам нужно тащу целую кучу продуктов и сейчас вам все покажу сразу вот вот сразу сейчас все поставлю чтобы потом не отвлекаться буквально буквально секундочку на хорошие так что нам понадобится для горячих бутербродов камеру разверну вот так чтобы и вам было видно в том числе что нам понадобится для горячих бутербродов хлеб любой вы можете на снижение веса есть любой хлеб какой вам только нравится вот уж вчера купил я его послала в магазин и рекупи пожалуйста хлебом уж купил любомирский хлеб у нас калорийность его сейчас я вам скажу 250 килокалорий 250 килокалорий это средняя калорийность для в принципе для любого хлеба так дальше что дальше так александр говорит есть по ночам ну вот вам и ответ почему же вы не худеете да вы просто бесконтрольно питаетесь дело не в том что вы тратите много энергии а дело в том что вы перебираете значит калорийность у рациона какой заменитель сахара посоветуйте я не посоветую а покажу каким пользуюсь я он меня полностью устраивает вот этой фирмы pre bio sweet написано можно до и после шести фиолетовой упаковки я использую такой его уже давно так ребят что мы делаем мы с вами сейчас включаем духовку чтобы она у нас уже продлевалась на 180 градусов на 180 градусов зайдёмся с вами начинкой для наших горячих бутербродов вот поверну еще немножечко вот так вот чтобы вам было видно что мы готовим до меня не видно тогда вот как то вот как то так получается будем готовить для начинки я буду использовать вот такой вот творог у меня он а одна процентный творог 400 граммов две пачки по 200 грамм кстати эти бутерброды реально любит вся моя семья они вкусные и слитные и очень много белка в них содержатся поэтому они и сытные и готовится просто вообще вы сейчас увидите и поймете что это очень простой вариант но реально очень классно которым можно брать с собой куда-то полотенце закончили сейчас я заодно полотенце быстренько поставлю новую рулон я его уже подготовила пользуюсь напомню всегда сухими полотенцами ну чаще всего мне нравится в процессе готовки быстренько раз и все так мои хорошие кто будет сегодня со мной готовить признавайтесь кто сегодня будет готовить вместе со мной а я знаю что многие из вас действительно готовят параллельно со мной что понадобится 400 граммов творога можете взять однопроцентно обезжирено какой вам нравится творог просто мы его разминаем сейчас вилочкой творог желательно чтобы был не очень плотный не очень жидкий у меня он вот такой вот видите такой суховатый скажем так вот он не падает держится он станет жиже потому что сюда нужно добавить яйца еще на 400 граммов творога я добавлю 4 яйца но яйца которые у меня вот такусенькие вот вот такусенькие яйца малюсенькие детские размеры и как там про них пишут я не знаю сейчас я взвешиваю потому что я буду просчитывать калорийность рациона так сколько яиц мы добавляем с вами у меня получилось 135 граммов яйца 135 граммов яйца прямо сюда сейчас можно добавить соль и какие-то специи любимые мне очень нравится сочетание именно в этих бутербродах прованские травы вот я подсолю и добавлю сюда прованские травы кто присоединился напоминаю что мы готовим сегодня горячие бутерброды так дальше вопросов пока нет мы готовим горячие бутерброды сегодня и потом еще приготовим завтрак горячие бутерброды они у нас пойдут на перекус все пока перемешиваем здесь у меня 400 граммов творога и 135 граммов и 135 граммов яйца я это сейчас буду помечать творог 1 процент на 400 яйцо 135 это нужно для того чтобы вести контроль питания я вам говорила что со вчерашнего дня я начала опять считать калорий до этого я не считала калорий некоторое время но сейчас делаю такую проверочную неделю чтобы немножечко себя проконтролировать скажем посмотреть все ли нормально как я питаюсь в рамках ли своей калорийности так разминаем просто билочкой 4 яйца маленьких у меня если это будут среднего размера яйца три яйца достаточно будет так творог соль прованские травы яйца что еще сюда 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 сейчас пойдет пару зубчиков чеснока кто не любит чеснок можете его не использовать если вам нужно взять с собой эти бутерброды куда-то на работу можете не использовать чеснок я буду использовать чеснок он прям очень хорошо здесь сочетается сейчас мы еще добавим зеленушку и еще один ингредиент тоже перебарщивать не буду вот я беру три зубчика чеснока небольших еще что я ищу ищу я давилку пресс для чеснока вот тут она у меня кому-то лежит прям сюда к творогу выдавливаю 3 зубчика чеснока есть чесноком разобрались теперь добавлю зеленушку кстати смотрите как если кто не знает мой лайфхак как я храню зелень зелень таким образом хранится очень долго до десяти дней до двух недель спокойно вот этой зелени уже неделя смотрите она как только что сорванная вот свежайший укропчик вообще он видите и намека нет как я делаю я приношу зелень с огорода или с рынка вот это конкретно с рынка подрезаю немножко корешки чтобы освежить срез набираю в любую баночку чуть-чуть воды внизу ставлю зеленуху и закрываем пакетиком вот такой как бы охлаждающий парничок делаю да но не плотно чтобы была возможность вот тут у меня прорезано ходить воздуху туда сюда и ставлю в холодильник на нижнюю полку все зелень остается у меня и базилик так же хранится и укроп очень долго сохраняет свою свежесть прям реально долго очень долго так что эту веточку а потом когда мне нужно я прям даже не развязываю резинку а вот тут вот отстригаю вот ножницами беру и просто отстригаю кусочек зелени сколько мне нужно вот кучок раз я со стригла вот такой пучок все можно резать ножом зелень я допустим сразу ножницами вот сюда стригу у меня есть ножницы которые всегда на кухне лежат они для продуктов и чтобы не резать ножом я прям ножницами стригаю сюда укропчик в наше творожное тесто ворожную начинку все все готово очень быстро зеленушку опять накрыла и в холодильник вот в таком виде прикольном поставила кто знал о таком методе расскажите пожалуйста кто знал о таком методе хранения зелени потому что не все знают да кажется кто же мне открыла америку так давно многие пользуются не все знают и в этом нет ничего такого постыдного что-то не знать у меня даже клиентка конкретно моя индивидуальная клиентка лично с которой я занимаюсь она спрашивала наташа подскажи пожалуйста как хранить зелень привожу с дачи не знаю она не хранится вообще вянет моментально то есть человек да тоже а женщине уже за 40 и она не знает как хранить зелень и в этом ничего такого нет я и подсказала и все здорово кто знал никто не знал спасибо пишет пишет елена ну хорошо не знали теперь будете знать я вот так вот храню зелень можете поделиться своими своим опытом как вы храните зеленуку чтобы она не не портилась а ты все знаешь нет конечно я не все знаю естественно но я стараюсь учиться совершенствоваться и даже свои знания я постоянно в профессиональной сфере профессиональной сфере тоже совершенствую все постоянно какие-то вебинары прохожу семинары дополнительно узнаю все новое и новое в вопросе диетологии снижения веса и вообще по жизни я очень любознательный человек я что-то новое узнаю пробую тестирую потом рассказываю вам если это действительно классно и сработало так почему не даете ответ на какой вопрос на какой вопрос я не вижу вашего вопроса иногда кстати получается так уже не первый раз заметили мои подписчики что тиктук не все вопросы пропускают я не знаю почему так происходит повторите пожалуйста свой вопрос потому что я не вижу вашего вопроса хорошо мои хорошие что у нас здесь есть две пачки творога 4 малюсеньких яйца если это обычно это 3 яйца 3 дольки чеснока зеленушка соль прованские травы и сейчас сюда же я бы хотела еще натереть сыр и не то что хотела он действительно съехала немножко и он действительно нам сюда нужен он будет при запекании скреплять наши бутерброды горячие вот у меня остатки сейчас я взвешу да неплохие такие остатки 100 граммов 100 граммов 100 граммов и вот маленький кусочек 115 граммов вот я весь его и использую только запишу сыр я использую обыкновенный желтый брусковый вот такой вот 30 процентной жирности так сыр 115 граммов я его натираю на терочку сейчас мы натрём сыр на терку предпочитаю натирать на мелкую терку не вот на такую вот свекольную а на сырную прям на меленькую такую терочку он тогда лучше и сверху его присыпать будет по бутербродам и внутрь когда мы его добавим он более равномерно там распределиться это что-то такой рецепт знаете я его называю ленивые хачапури вот вообще для самых-самых-самых что не наесть ленивых лениви не бывает то есть не надо печь заморачиваться с тестом это прям для самых-самых ленивых такие будут хачапури у нас а будут вкусные я вам гарантирую потому что это проверенный рецепт который неоднократно я для своей семьи готовлю все быстренько натираем натираем сыр признавайтесь кто-нибудь сегодня готовит вместе со мной или нет параллельно есть такие или нету пока я сыр буду натирать еще гляну может есть какие-то вопросы тогда я буду на них отвечать только что подключилась всем добрый день рада вас приветствовать здорово что юлия вы с нами доброе утро как у нас погода я живу в минске и у нас холодно сегодня солнечно но реально холодно я замерзла вы видите что я сменила свои ультра коротенькие шорты в которых вы привыкли меня видеть каждое утро в эфире которые практически не видны из-под маечки на бриджике видите отдела по длине даже в квартире холодно потому что на улице плюс 13 вот такой вот август сейчас в минске плюс 13 на улице да вы не поверите вчера ходила гулять собакой отдела спортивные штаны и отдела такую осеннюю парку которая куртку с такой подстежкой мне вообще было не жарко я готова была и капюшон надеть холодрыга ужасная при этом солнце солнечно действительно солнечно вот я так поглядываю в окно напротив но холодно вот никуда не денешься реально холодно в минске какое-то похолодание надеюсь что у вас потеплее никак ваши солнышки ко мне не долетают давайте пришлите мне ваши реакции ваше солнышке хочу тепло я так хочу еще лет а у человека 36 у вас это где-то 36 так в бобруйске не теплее конечно бобрусь не так далеко от минска у нас дожди идут пишет елена тоже видимо нету жары да так мы на работе уже пишут люди некоторые здравствуйте ярославль тоже холодно осенняя погода куртки отделе да понятно везде что ли по холода ну вот кто-то написал плюс 36 у кого-то плюс 36 ребят смотрите что мы делаем дальше мы добавляем половину сыра внутрь в нашу творожную начинку еще раз повторю для тех кто присоединился сейчас мы готовим горячие бутерброды запеченные будем готовить уже начали для начинка я использовала 400 граммов творога сегодня у меня однопроцентный туда же добавила 3 крупных яйца но у меня 4 вот таких малюсеньких было яйца 3 зубчика чеснока соль прованские травы укропчик или любую зелень какую вы любите вот такая масса получается и 50 граммов сыра натертого на мелкой терочке вот на такой вот такой этот сырочек получается видите какой меленький до половину мы добавили внутрь и половину мы присыпем поверху все начинка у нас готова нам нужно сейчас порезать хлеб для основы я буду использовать хлеб самый простой я вам показывала вот такой у меня круглый он рыхлый я вам разрежу и покажу чем я люблю этот хлеб почему я люблю этот хлеб сейчас вы все у меня поймете этот хлеб как и другие хлеба в принципе по калорийности 250 270 килокалорий 230 ну то есть средняя калорийность хлеба приблизительно такая но выбирайте рыхлый хлеб смотрите какой воздушный потому что вы отрежете привычный кусочек себе да когда будете есть но за счет того что он воздушный и рыхлый у вас вес будет меньше один кусочек будет 20 граммов если вы купите хлеб с той же калорийностью и отрежете привычный размер кусочка для своего питания он будет весить в два раза тяжелее а значит и калорийность едите в этом кусочке в два раза больше поэтому выбирайте хлеб рыхлый воздушный все нарезаем кусочками хлеб толщиной где-то один сантиметр я режу вот такими кусочками полудольками вот такой он рыхлый а вот такой ширины кусочки нарезаю конечно я сейчас взвешу сколько кусочков сколько хлеба я буду использовать можно использовать и белый хлеб разницы вообще никакой нет серы белый 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 из пшеничной муки черный или серы из ржаной муки но разницы нету никакой не в калорийности не в макро нутриентах практически никакой разницы нет поэтому ешьте какой вам нравится так дальше сегодня плюс 32 похолодало да боже мой как похолодало но наверное для вас это кстати неплохо потому что плюс 36 постоянно выдерживать такую жару это тоже очень тяжело да как давно у нас такая погода была вы пишите действительно у нас тоже у нас только вообще такая погода была наверное в середине лета где-то неделю неделю полторы держалась вот такая жара а потом стало опять холодно так что мы делаем мы взвешиваем наш хлеб чтобы знать сколько 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 у меня пойдет так горбушечки мне не понадобится потому что на них очень сложно будет начинку наложить так 170 граммов но это же не на один бутерброд да это многовато но это прямо будет целый противень горячих бутербродов хлеб хлеб 171 грамм 170 округляем 1 грамм вообще не в счет скажем так я уберу все лишнее уберу все лишнее сейчас освобожу здесь стол что-то я не подумала сразу поставила в духовку и противень греться и он сейчас горячий но я его сейчас на подставочку поставлю надеюсь все будет нормально потому что хочу вам показать в принципе что я буду делать с бутербродами так 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 это я так вот его учу чтобы мне тут еще сделать подложу еще и полотенушку ставлю противень чтобы вы видели да и застилаю на него силиконовый коврик ничем смазывать не нужно все дальше все гениально и просто как обычно мы берем нашу начинку выкладываем ее на кусочки хлеба и сейчас будем запекать еще раз повторяю что у нас сегодня здесь в начинке здесь у нас 400 граммов 1 процентного творога 3 зубчика чеснока 130 граммов яйца зеленушка у меня это укроп 50 граммов сыра внутрь в начинку все соль прованские травы перемешали берем кусочки хлеба вот и выкладываем на них начинку выкладываем начинку и ставим выкладываем на противень пока можете задать мне вопрос пока я занимаюсь этой рутинной работой я сейчас вам отвечу да вот такие получаются бутербродики мы их еще присыпем сыром вы посмотрите какие они потом будут вкусные и ароматные так мы уже хотим холод от жары умираем да понятно конечно мои хорошие помните да кому нравится то что я готовлю то что я говорю не забывайте присылайте мне реакции стучите просто пальчиком по экрану телефона я буду видеть что мы с вами в диалоге что вы меня слушаете где-то по ту сторону экрана киваете да либо же вы увидели комментарий с которым согласны и хотите поддержать автора тоже присылайте реакцию это становится понятно что у нас с вами беседа не просто тут я лекцию читаю мы с вами в диалоге находимся есть реакции видела побежали реакции это приятно а я тем временем вот такие кстати сюда можно добавить еще очень вкусно помидорки черри вот прям сверху положить только не переборщите потому что буквально по половинке помидорки черри потому что потому что потому что помидорки при запекании они дают еще сок будет еще потечет сок я выкладываю вот так вот нам распределяю начинку на наши бутербродики и отправим их запекать запекаться им совсем недолго буквально 10 минут чтобы по сути здесь все внутри такое что уже готовое здесь не требуется такая термическая обработка чтобы что-то прям приготовить здесь все уже готовое все ингредиенты можно есть в принципе в сыром виде на здесь хлеб творог единственное яйцо должно запечься ему хватит десяти минут и расклавится сыр и не только сыр еще и творог творог тоже при запекании он тоже плавится смотрите у меня получилось начинки больше а хлеба меньше сейчас я еще подрежу пару кусочков хлеба и учу их тоже взвешив калорийность нашего блюда потом калорийность данного блюда можно можно посчитать с выходом сейчас я сниму эту вилочку она мне мешает с выходом на 100 грамм готового продукта либо же поштучно если у вас приблизительно одинаковые кусочки хлеба получаются то вы можете посчитать калорийность в одном бутерброде так даже проще чем потом чтобы потом не взвешивать каждый бутерброд отдельно можно посчитать калорийность на каждый бутербродик я буду рядышком на столе отрежу хлеб и вернусь потому что мне здесь уже расположить его нет но я здесь я никуда не ушла я рядом с вами просто отрежу пару кусочков хлеба и вы даже можете видеть мою мою ногу еще 60 граммов хлеба я добавлю если они поместятся кстати если вы будете резать тоненько хлеб то меньше углеводов будет в этом рецепте чем тоньше вы нарезаете хлеб тем меньше углеводов добавляете и будет вообще белков и белков и так эти бутерброды реально белков и потому что в твороге непосредственно находится содержится 19-20 граммов белка на 100 граммов продукта я пытаюсь распределить как-нибудь более компактно бутербродики на противень еще пару кусочков хлеба у меня есть так спасибо большое за комплимент мне очень приятно здравствуйте опоздала что готовим что мы готовим мы готовим сегодня горячие белковые запеченные бутерброды сейчас повторю как мы делали и будем готовить завтрак тоже не менее классный рецепт простой быстро но очень вкусно так ну что у меня есть место еще на один кусочек хлеба или на два и тут есть еще начинка я использую место это место я использую все два кусочка еще добавляю по факту короче 170 и 100 270 граммов 270 граммов хлеба я использовала на целый противень не пугайтесь до калорийность большая но это калорийность конкретно всего блюда то есть важно никто не заставляет есть сразу сесть и за раз съесть целый противень этих бутербродов правильно их мы едим поштучно как и все остальное дозировано так и еще один последний 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 бутербродик бутерброды эти получаются очень сытные за счет того что здесь много белка много творога яйца есть они реально съешь один кусочек и ты будешь сыты ходить немножко осталось начинки я ее распределю сейчас на другие бутерброды вот чтобы она у меня не завалялась нигде и в принципе куда ее деть я ее прямо вот туда все ребята у нас основная масса готова сейчас присыпем сыром и отправим запекаться смотрите что у нас получается вы видите на почвине сейчас я сыром присыплю и расскажу вам еще раз рецепт у нас осталось 50 граммов сыра мелко натертого мы его распределяем по бутербродикам кто желает добавляет еще по помидорке черри по половинке помидорок черри сверху и потом только сыр у меня помидорок черри нету но в принципе я бы и не добавляла потому что помидорки черри смотря какие есть очень сочные они дадут много жидкости и бутербродики поплывут если у вас обычные помидоры можете порезать их колечками и сок промокнуть бумажным полотенцем чтобы скажем лишней жидкости особо не было чтобы наши бутерброды запекались и не сильно мокли вот так вот щедренько я так распределяю сырок сыр использовала 30 процентной жирности вот такой твердый желтый сыр но 30 процентов жирности не 50 не 45 я покупаю всегда 30 процентов все все показываю вам что мы отправляем в духовку вот такие бутерброды вот такие бутерброды мы отправляем сейчас в духовку что у нас здесь есть для тех кто присоединился для начинки я использовала 400 граммов творога у меня сегодня однопроцентный 130 граммов яйца у меня сегодня 4 малюсеньких или же это может быть 3 больших яйца сюда же добавила 3 зубчика чеснока зелень у меня укроп сегодня прованские травы и что еще и соль потом мои хорошие я снова в эфире о появилась здорово я перешла на мобильный интернет я надеюсь это не очень повлияет на качество потому что что-то со стационарной сети у меня какие-то проблемы прям я не знаю с этим интернетом заколебалась скажу простым русским словом как сейчас видно слышно меня слышно видно напишите пожалуйста все ли в порядке сейчас со связью пришлите свои реакции пальчиком по экрану все ли вам хорошо видно и слышно теперь да да все видно слышно здорово спасибо вам большое да вижу вижу здорово так кто не успел записать рецепт я показывала вот такие бутерброды мы сейчас будем отправлять запекаться еще раз повторяю потому что не видела в какой момент зависло видео для тех кто только что присоединился я повторяю рецепт здесь у меня хлеб калорийность его 250 килокалорий в начинку я использовала 400 граммов 1 процентного творога 130 граммов яйца 3 зубчика чеснока зелень прованские травы и 50 граммов 30 процентного сыра и все это перемешала распределила на хлеб и еще 50 граммов сыра я натерла на мелкой терке и присыпала отправляю вот эти бутерброды запекаться при температуре 180 градусов буквально на 10 минут им больше и не нужно все я снова с вами я снова с вами и сейчас мы будем делать завтра пока запекаются бутерброды бутерброды у нас будут на перекус можно ли чем-нибудь заменить хлеб ну попробуйте вы знаете что если вы замените хлеб здесь на лаваш то лаваш он очень тонкий здесь пожалуй хлеб ничем вы не замените в этом рецепте нечем его заменить действительно на что можно еще такое положить даже честно сказать не знаю так что будем делать еще сейчас приготовим завтра быстрый вкусный завтра быстро вкусно так ребят попробую переключиться еще раз на стационарную сеть так вроде бы все переключилась какая-то проблема была пропал интернет не только у меня на телефоне интернет пропал во всей квартире на всех устройствах там уж у меня параллельно работает за компьютером он тоже сказал что все почему-то мгновенно отрубилась так все я думаю что все видно забыла поставить таймер чтобы я не забывалась на 10 минут на 10 минут ставлю таймер что понадобится мне для завтрака завтрак будет до безобразия простой и очень вкусно который сможет приготовить любой даже ребенок я тут рядышком с вами сейчас все покажу для завтрака буду использовать лаваш обычно у меня дома есть круглый лаваш и вот он сюда прям подходит идеально круглый лаваш но сегодня круглого у меня лаваша нет у меня есть простые листы лаваша и я возьму и сейчас быстренько я вырежу себе кружочки потому что мне нужно чтобы был кружочек вот просто я положила тарелку на лаваш так вам не видно мои хорошие сейчас я вам поверну да я положила тарелочку давайте возьму так чтобы вам было видно тарелочку а то я прям белую на белое положила вот тарелочку положила и вырезаю кружочки у меня два кружочка лаваша образовалась в руках два кружочка этого хватит мне и мужу на порцию вот прям много сюда и не нужно два кружочка лаваша тонкий достаточно чтобы лишний калорий тоже мы не набирали запах стоит на кухне уже нереально там запекаются эти бутерброды запах сыра запах чесночка зелени прям все пошло я взвешиваю на одну порцию сколько я буду нет я взвешу на две порции сегодня буду считать на две порции сразу и потом просто разделю количество ингредиентов так сколько у меня лаваша будет на две порции 33 граммов всего лишь на две порции всего лишь 33 грамма будет лаваша так ищу 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 где мой блокнот в который я все записываю куда-то он у меня появился вот он у меня так завтра завтра лаваш 33 грамма на две порции дальше что понадобится беру дай мелочку сюда же сейчас вам все покажу сюда же разбиваю 4 яйца видно все так все норм почти все видно так 4 яйца сюда разбиваю взвешиваю это я готовлю сейчас завтра быстренько готовлю завтра не забываем что у нас там запекаются бутерброды и уже процесс плавления там прям во всю идет идет прям во всю так опять же сюда просто добавляем соль или какие-то любимые спицули размешиваем венчиком венчик ау где ты мой хороший где ты потерялся не могу тебя найти вот он на дальняк на дальняк какой-то потерялся венчик взбиваю яйца вот просто венчиком их быстренько взбиваю сюда же сейчас добавлю тоже немножечко зеленушки это по желанию если вы хотите можете добавить можете не добавлять мне просто нравится чтобы было красиво поэтому я сюда еще добавляю зеленушки как показывала зелень люблю резать ножницами очень быстро ножницы эти специально у меня кухонные для продуктов я не стригу ими волосы и не режу что-то еще это кухонные для продуктов я не стригу ими волосы и не режу что-то еще яйца отдельно приобретенные для таких вот нужд вот такая штука у нас получается яйца смешанные зеленушку так включаем наш да кстати нужно записать что яйца яйца 130 граммов было на две порции так с бутербродами все в порядке все в порядке включаю плиту я сейчас вам поверну чтобы вы видели вот так вот вы меня видеть не будете будете видеть что у меня происходит здесь на плите буквально вот тонюсенько я смазываю растительным маслом вот видите кисточкой самый тончайший молекулярный слой масла вам даже пожалуй он возможно и не виден так мы с вами готовим горячие бутерброды они у нас запекаются пока они запекаются мы готовим с вами сейчас завтрак быстро у нас есть вот такие лавашики круглые я их вырезала для завтрака я смешала 4 яйца потому что я готовлю две порции себе и мужу добавила сюда соль специи и укропчик дальше что мы делаем с вами разогреваем сковороду вот она еще не нагрелась тепленькая и половину яичной смеси я отправляю на сковороду половину на одну порцию вот так вот распределяю и что делаю дальше пока наша смесь еще не застыла не схватилась я сразу накрываю лавашиком вот так чтобы он прилип к яйцу вот так проверяю чтобы там все у нас прихватилась еще не прожарилась еще немножко обжариваем он уже ездит да и это здорово если вы боитесь что там получается влажно ну то есть еще не прожарилась переворачиваем вот таким способом отправляем на крышку и хоп делаем вот так получаем вот такой вот классный блинчик который внизу лаваш сверху омлетная смесь дальше сюда просто по вашему желанию набрасывайте что хотите можно прямо сейчас это сделать воздух я выпущу оттуда но я сейчас обжарю и потом сделаю дополнительно начинку наши бутерброды извинять что вроде бы как бы они готовы но я вижу что они еще не совсем готовы еще данным пять минут а тем временем я снимаю первый наш блинчик и запускаю сюда второй со вторым прям не вешайте в прошлый раз сковорода была уже прям не горячая еще а сейчас она прям горячая как только вы льете смесь прям молниеносно выкладывайте этот лаваш потому что смесь хватится просто очень очень быстро видите как я это быстренько сделала пока еще не прижарилась наша яичная смесь можете задавать вопросы я потом обязательно на них отвечу сейчас я вам показываю что я делаю на сковороде а потом подниму камеру посмотрю ваши вопросы и отвечу все жарится молниеносно все очень быстро все очень быстро сейчас у нас будет очень классно и вкусно завтра обжариваем степень прожаристости лаваша смотрите как вам нравится то есть на свое усмотрение все все готово я снимаю наш второй блинчик поднимаю камеру привет снова я с вами в эфире надеюсь вам интересно что я готовлю кому интересно вы знаете что сделать знаете что сделать кто знает конечно же постучать по экрану своими замечательными пальчиками чтобы я увидела вашу реакцию так есть у нас какие то вопросы я тоже такое делаю здорово что это новое готовится всем привет из москвы готовится у нас сейчас завтрак пока запекаются горячие бутерброды они уже практически готовы я их выключаю но приоткрою немножечко духовку и оставлю их там постоять чтобы у нас стабилизировался сыр чтобы он немножко стал перешел расплавленные творог и сыр и жидкого состояния в такое более плотно а сейчас мы будем делать завтрак так моя хорошая буквально секунду я сейчас достану наши бутерброды и поставлю их на соседний стол поставлю их на соседний стол чтобы они уже там остывали немножко а потом вам покажу когда закончим завтрак и красивые румяные просто красотей а вот тут они будут на столе у меня стоять и остывать а здесь для завтрака я готовлю себе и мужу две порции сразу все лишнее у меня уходит в бан скажем тогда весы мне нужны я все здесь мы смешали два яйца вот здесь вот вот здесь вот мы смешали два яйца вырезали лаваш в виде кружочка к яйцам я добавила специи и добавила зеленушку выливаете на сковороду яичную смесь и сразу же накрывается лавашиком посмотрите он прилипает и прижаривается с яичной смесью и у нас вот такая получается фритата внутри с ну это называется бризоль во фритате вот такой рецепт называется бризоль во фритате то есть яичный бризоль внутри фритаты и мы наполняем что-то внутрь что вы хотите что я вам покажу какие варианты могут быть наполнения сегодня сегодня будут такие варианты наполнения ага ага сейчас мы сделаем вкуснятину сейчас мы сделаем просто вкуснятину разных вариантов наполнения я вот хожу хожу за всякими за всякими ингредиентами что понадобится помидорка нам нужны овощи беру помидорчик так смотрите что я делаю мужу я делаю вариант с творожным сыром и ветчиной ему я делаю с творожным сыром и ветчиной вот в его порцию творожный сыр тот самый который рецепт есть у меня в ленте сыр филадельфия домашний я его выкладываю мужу мужу я не взвешиваю порции я только себе взвешиваю и при этом муж у меня похудел на 30 килограммов я ему ничего не считаю вот я ему распределила здесь творожный сыр туда же отрежу ему ветчину ветчина ветчина у меня хорошая из индейки ее калорийность 130 килокалорий на 100 граммов 8 граммов жира всего лишь в составе это прям хороший состав куда же мужу мы сейчас отрежем ветчины несколько ломтиков добавляем чтобы сытненько было красивенько и помидорки тоже добавим помидорку туда и завтрак для мужа уже готов в принципе и для себя такой вариант тоже мог бы быть если бы я посчитала калорийность то есть все в порядке для себя тоже но у меня будет другой у меня другая задумка и помидорки смотрите вот такой вариант сегодня получается для моего мужа снизу лавашек потом идет бризоль с зеленью творожный сыр ветчина и помидорки вот так это все закрывается и получается вот такая прелесть да это называется бризоль в тортильи это блюдо есть в моем готовом меню кто желает пожалуйста меню конструктор вот это блюдо конкретно из меню конструктора если кому-то интересно обращайтесь расскажу напишите в личное сообщение расскажу как можно получить меню конструктор что я буду использовать для себя какую начинку буду использовать для себя для себя я сделаю с авокадо и красной рыбкой так сразу предупреждаю не пугайтесь авокадо уже немножечко потемнел у меня он вот такого цвета не ярко зеленый потому что я его вечером вчера готовила все не съела половинка осталась свою тарелку я как обычно собираю на весах ставлю тарелочку на весы и сюда буду выкладывать авокадо очень вкусно и полезно но с ним тоже нужно быть осторожным так здорово так смотрите 30 граммов авокадо у меня будет в начинке так поехали дальше и вот такая красная рыбка я ее порезала уже просто порезала маленькими квадратиками так мне удобнее ей пользоваться здесь чисто филе слабосоленое форели тоже я его взвешу сейчас сколько у меня получится сколько у меня так 30 граммов 30 граммов авокадо 30 граммов форельки у меня вкусняшка просто вкуснотень что тут скажешь просто вкуснотень и сказать больше нечего вот такая начинка получается у меня то же самое тоненький лист лаваша бризоль обжаренный авокадо красная рыбка закрываем и получаем вот такую красоту вариант у меня сейчас я уберу лишнее со стола и покажу вам и бутерброды и то что мы наготовили с вами за сегодня вообще и повторю все рецепты буквально секундочку убираю все не нужно в холодильник потому что здесь у меня такой творческий беспорядок нынче потому что все продукты у меня здесь на столе а нужно их отправить в холодильник как минимум чтобы вам показать мой стол чтобы показать вам мой стол так для себя я запишу что я использовала авокадо 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 30 форель 30 чтобы я не забыла что я использовала блокнот не убираю потому что я сейчас вам буду диктовать все рецепты сегодняшние и заодно уже накладываю наши горячие бутерброды и вам покажу какие они классные получились они готовы и прям классные классные гутики получились все 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 готово вам показать что мы сегодня с вами наготовили мои хорошие питаться можно вкусно разнообразно и при этом снижать это не сложно просто нужно знать некоторые правила и так и так идемте ко мне скорее идемте ко мне скорее я сейчас покажу вам что мы готовили одну секундочку хочу штатив немножко опустить ниже чтобы вы сразу видели что у меня здесь на столе надеюсь вам будет все видно надеюсь все будет видно во первых смотрите мы с вами приготовили вот такие классные да там посуда грязная то что мы с вами готовили не обращайте внимание вот такие классные бутерброды у нас с вами получились горячие бутерброды так смотрите вот какие они еще еще теплые еще они не совсем застыли попробую вам разломать чтобы вы понимали какие они внутри вот такие тягучие вкуснющие бутерброды белковые что в эти бутерброды я использовала в основании кусочки хлеба просто кусочки хлеба дело в начинке для начинки я использовала 400 граммов творога 1 процентного туда же добавила 135 граммов яйца у меня это было 4 малюсеньких яйца у вас это может быть 3 нормальных стандартных яйца сюда же я добавила 3 зубчика чеснока зелень у меня укроп прованские травы соль все перемешала и добавила 50 граммов натертого сыра 30 процентного в начинку все перемешала хлеба у меня ушло 270 граммов но на целый противень не только на то что на тарелке она целый противень бутербродов распределила начинку на кусочки хлеба и сверху присыпала еще сыром еще дополнительно 60 граммов сыра я использовала сверху отправила запекаться при температуре 180 градусов режим у меня с конвекцией вверх вниз моя духовка попросила 15 минут на запекание вот этих бутербродов не передержите если вам кажется что они еще не совсем готовы что они слегка мягкие они чуть-чуть подостынут и сыр в них застынет они стабилизируются сыр и творог при расплавлении становятся мягкими потом стабилизируются и будет очень вкусно получается вот такой замечательный рецепт классные белковые бутерброды в них действительно много белка потому что мы использовали творог а в нем 19 20 граммов белка на 100 грамм продукта и их можно брать собой на работу на перекус дорогу замечательный вариант следующий вариант что мы готовили дальше вот такие два варианта завтрака вот это мужу это мне что у нас здесь есть вырезаете по размеру своей сковороды или тарелки кусочек лаваша тонкий у меня на одну порцию лаваша получилось 15 граммов то есть совсем вот немного взбиваете два яйца с зеленью вот я открою чтобы вам было видно вот тут вот видно да делаете такой бризоль то есть яйца с зеленью выливаете на сковороду и сразу же накрываете листиком лаваша обжариваете с двух сторон снимаете и делаете начинку для моего мужа я сделала творожный сыр филадельфия домашний кто еще не смотрел сходите на мой канал там есть рецепт домашнего низкокалорийного сыра филадельфия тут у меня вот сыр филадельфия домашний для мужа ветчина из индейки и помидорки вот такой вариант будет есть на завтрак мой муж для меня тоже самое бризоль вот он бризоль в лаваше в начинку я использовала для себя 30 граммов авокадо 30 граммов слабосоленой форельки вот такие классные варианты сегодня мы с вами приготовили а вот такая еда у нас с вами сегодня получилось вот такая еда классная у нас сегодня с вами получилось мои хорошие но что я вам хочу сказать сейчас секундочку камеру переверну на себя все мы с вами закончили сегодня мы наготовили кучу вкусной и полезной еды еда на которой можно худеть можно худеть вкусно а запись моего эфира как обычно это я вот говорю и параллельно тут штатив закрепляю да потому что я уже все вам показала запись моего эфира можно будет посмотреть как обычно на моем youtube канале вот здесь вот название канала прощай excel чтобы вы не забывали также там запись и других моих эфиров что мы делали сегодня горячие бутерброды запеченные и вот такую красоту вот такую красоту вот такие вот бризоль вернее как он называется господи критата бризоль что я говорила уже забыла вылетела из головы бризоль в лаваше он называется вот так он и называется по моему вот это мой вариант это вариант моего мужа мне прям смешно стало когда название вылетела в нужный момент но вы все видели в прямом эфире как это все готовилось так мои хорошие если есть вопросы я сейчас быстренько гляну так идея с форелью да с форелью очень классно вкусненько получится я вам гарантирую сама обожаю особенно авокадо с форелью это прям класс да благодарю вкусненько молодец приятного аппетита спасибо большое так дальше очень вкусно какой хлеб нужно брать я вам показывала я беру самый простой любой хлеб какой есть магазине но выбираю его по такому принципу калорийность хлеба в принципе одинаково у разных сортов хлеба калорийность всегда от 200 до 270 килокалорий выбирайте рыхлый хлеб видите какой мягкий вот он рыхлый почему когда мы отрезаем привычный по размеру кусочек хлеба рыхлый хлеб будет весить меньше 20 граммов кусочек а плотный тяжелый хлеб вы отрежете такой же привычный кусочек по размеру ну там будет в два раза больше вес там будет 50 граммов а значит калорий вы съедите больше а в этом хлебе вы съедите в одном кусочке меньше калорий все очень просто дальше так мою девушку научи с удовольствием пускай напишет мне в личное сообщение научу или присылайте ее ко мне на эфир эфиры проходят на этом месте в тикток на моей кухне ежедневно 8 часов утра мы с вами встречаемся в эфире готовим что-то простое вкусное быстрое и разговариваем на тему снижения веса так либо же можете своей девушке показать записи моих эфиров на youtube канале прощай excel все эфиры там записаны и мы каждый день что-то готовим и десерты и пироги вчера пекли яблочный пирог готовили протеиновый десерт шоколадный мы всегда что-то готовим в обед я провела еще один дополнительный эфир кто пропустил и готовила пасту с креветками в сливочном соусе быстро просто за десять минут целую сковороду на всю семью я приготовила сходите посмотрите эфир будет доступен уже после обеда все так мои хорошие есть калорийность сколько получилось сейчас на данный момент я просто записывала калорийность не просчитывала после эфира потому что у меня занят телефон а там у меня программа колоризатор после эфира я все внесу в программу колоризатор я все пересчитаю и буду знать какая калорийность получилась с выходом на 100 грамм либо же на порцию кто будет смотреть мои эфиры в записи там всегда я уже указываю калорийность готовых блюд так дальше подписалась на youtube здорово авокадо как готовить никак его готовить не надо авокадо берите спелый покупайте авокадо как выбрать спелый авокадо отрываете плодоножку вот эту пипочку такую там есть и смотрите если там бежевого цвета под этой пипочкой либо же зеленого это зрелый авокадо если там уже коричневый он перезрелый и будет темным внутри его не берите и плюс авокадо когда выбираете он должен проминаться немножко под нажатием пальцев это будет зрелый авокадо зрелый авокадо просто достаточно размять вилочкой добавить туда немного соли с перчиком и все больше его готовить никак не надо так все можно это за на завтрак за раз вот прям все что мы приготовили конечно нет этого будет очень много вот это моя порция на завтрак вот это порция мужа немножко да больше по объему бутерброды на перекусы нам сегодня но открою вам секрет конечно этого мне будет мало на завтрак и я съем еще как минимум 150 граммов яблочного пирога который мы вчера готовили я потом после эфира еще два пирога испекла в эфире мы один испекли и еще два пирога я испекла после эфира калорийность пирога получилась 150 килокалорий на 100 граммов так 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 вы пьете кофе да я пью кофе обычно все мои зрители видят это происходит в прямом эфире я встречаю вас по утрам с чашкой кофе в руках но сегодня я проснулась гораздо раньше сегодня я проснулась без пяти шесть утра и до эфира эфира начинается восемь уже успела выпить кофе поэтому сегодня я в эфире была без кофе а так вообще я кофе вообще люблю я кофе ман ну что мои хорошие я очень рада что вы были сегодня со мной не забудьте подписаться на меня в тикток не забудьте подписаться на меня в ютубе на мой канал прощай excel приходите ко мне в контакте на мою личную страничку зовут меня наталья самсонкина там очень много информации по питанию рецепты и так далее в мою группу в контакте она тоже называется прощай excel присоединяйтесь смотрите мои рецепты в тикток для вас я их все публикую чтобы у вас они были сохраняйте себе в избранное готовьте вкусно питайтесь правильно сбалансированно худейте поддерживайте достигнутый результат и приходите ко мне каждое утро в восемь часов по московскому времени на прямые эфиры так все вопросов вижу что нет как еще раз фамилия самсонкина наталья самсонкина моя фамилия найдите группу прощай excel в контакте и посмотрите кто автор вам будет может быть так понятнее сориентироваться либо же напишите мне здесь в личное сообщение после эфира я вам скажу или дам ссылку на свою группу в контакте все мои хорошие рада была это утро провести с вами как обычно вы мой позитивчик ваши реакции вот я их прям тут ловлю и прям сюда прям сюда себе в сердце сразу это задает тон всего будущего дня у меня лично позитивное настроение всегда появляется в эфирах если его не было до этого рада была с вами провести это утро всем тоже моя реакция жду вас завтра как обычно все мои хорошие пока пока побежала завтрак